всем доброго дня мы на площадке позитив как дэйс погода меняется быстро страсти контент также поэтому я благодарен ситуации что мне позволено на площадке выставки конференции по работе формате журналиста научного редактора журнала и взять интервью у коллеги у алексея гусева если правильно понял то нынешний должность называется громко для кого-то даже завистью можно произнести старший советник председателя правления банка центра кредитов мои поздравления время интересное трудное но зато мемуары будут считаться с интересом правда никто не поверится как у жизни мы сейчас живем алексей первый вопрос на видимо его можно назвать конъюнктурным но актуальность от этого не теряет импортозамещение переходе на отечественное решение с какими трудностями приходится банковской сфере сталкиваться насколько действительно удается импортозаместиться так ли это трудно как это войти или легче и какие шансы полностью я сразу все уж в один флакон вы смотрите на самом деле все достаточно просто с точки зрения банка потому что у нас есть регуляторы да как я шучу по этому поводу мы еще хуже чем ки то есть шаг влево шаг вправо если мы что-то не успеваем сразу ой-ой-ой соответственно мы уже накопили большой опыт с точки зрения реестра нашего программного обеспечения и уже понятно кого за что как наказывают следят мониторинг когда там на какие программы когда что и так далее так далее вот серьезная проблема связана с железом потому что ну условно говоря там тоже есть некоторые хотелки регуляторов да они немного оттеснены по срокам особенно касается там тех же самых серверов которые должны быть но к сожалению у нас есть некая проблема у нас немножко другое регулирование условно говоря например если брать там не шанс автоматику и select и кто у нас еще делает нормальное железо да то огромное важное удивление когда мы не хотим полула кандидату на Privilege намplete коммунизOMAN佐в normally Humana deploy me to open the towards your own really the best medium Вот сейчас мы все переведем, получим соответствующие бумажки и будем делать. Мы здесь просто выступаем в качестве некого там просителя-ожидальщика, который может, ну, единственное, что здесь как-то спрогнозировать, что если по софту понятно, что делать, то по железу мы только можем вот предполагать, да, какие санкции, как это все будет выглядеть и как это, в общем, нас воспринят серьезно. Потому что, ну, опять-таки, вот еще одна проблема, которая была, это последняя выставка «Связь». Дикое количество девушек в промо-одежды, которая бегает, а у них на груди и сзади написано «Циска». И так вот про себя думаешь, господи, а туда ли я пришел, а тем ли вообще мы живем? Потом выясняется, что... А какой это год? Вот сейчас, это сейчас выставка «Связь». Ну, правда, потом выясняется, что они, на самом деле, через Китай, как бы там вот это оборудование, готовы поставить всем тем, у кого его нет, но на вопрос по поводу сопровождения, а что будет, если отключат вас, а потом, соответственно, нас, они молчат. Ну, дождемся регуляторов. Жизнь интересная. — Слушай, с одной стороны, я понимаю правильный ответ про регуляторов, с другой стороны, меня несколько напрягает ситуацию, что мы очень много пеняем на них. Но так ситуация сложилась, что мы не можем без них делать правильных решений. Они не будут правильными, пока не будут согласованными. Хотя доказательства трудной ситуации прозвучали более чем убедительно. Ждем, работаем, молимся и надеемся. — Я еще добавлю, здесь немножко другая ситуация, как, условно говоря, там по бизнесу, говоришь с центральным банком, то есть если что-то не то, если я выхожу за какие-то продукты, да, инструктивного материала нет, но мне предоставляют что-то типа там песочницы, когда есть некое письмо, то, условно говоря, там ГУЦБ по Москве разрешает вот это делать, и, собственно, или вы делаете вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Поэтому, когда возникают какие-то проблемы, а ведь мы же понимаем, у нас бизнес без регулятора, это бизнес, да, я показываю это письмо, и все удовлетворены. — Здесь, к сожалению, этого нет. Здесь есть комментарии, здесь есть выступления на, собственно, семинарах, когда любую, так сказать, говорящую голову от регулятора начинает пытать очень много народу, и некоторые их интерпретации можно, опять-таки, засчитывать, а какие-то нет. — Нет, вот мы вот как бы вот в этом ожидании, потому что у нас влияние регулятора все-таки достаточно сильное, да, мы, как, еще раз говорю, мы хуже, чем Киевный банк в этом плане, да, ну, надеюсь, что все, по крайней мере, будет с этим нормально. — Убедил. Хорошо, поговорим о приятном. Видимо, слава богу, ваш банк не входит в десятку финансовых организаций, название которых знают все потребители. Но, тем не менее, мошенники не останавливаются. Есть какая статистика, когда мошенники, по-динследователям, сотрудникам банка звонят вашим клиентам? — Безусловно, такая статистика ведется. Ну, как бы вот сразу я озвучивать не буду, она на уровне, так сказать, среднее по рынку, но вот мы стараемся, чтобы это было все-таки плюс один, да, чтобы это было немножко поинтереснее. Ну, я бы тоже не сказал, что мы такой вот банк не на слуху, мы стабильно там последние лет 30 входим в топ-80 по активам, да, и, собственно, клиентская база достаточно хорошая, но, наверное, то, что клиентов не так много, да, и все-таки здесь с ними можно поработать чуть подольше, то есть, по крайней мере, каким-то образом повысить кибергигиену, да. По крайней мере, персональные менеджеры очень стараются, чтобы это все выглядело действительно эффективно. И здесь, ну, как сказать, как и любой банк, главное вовремя продать страх клиенту, ну, или, скажем так, управлять его близкими. Поэтому любое сообщение о том, что вчера такая-то, вчера такая-то особенность, вчера там, соответственно, какие-то вот проблемы с мошенниками, да, есть некая информация. Мы стараемся, собственно, это делать, потому что у каждого менеджера не так много клиентов, да, и это, в общем, достаточно серьезно. Для нас это почему принципиально? Клиентов не так много, да, да, с микрофоном все хорошо. Клиентов не так много, клиенты все значимы. Лояльность, ну, вот, собственно, лояльность, в том числе и кибербезопасность. Вот, жалко, что тебя не было вчера, я как раз о самом последнем в первый день как раз рассказывал по поводу защиты от фишинговых атак, как работать с клиентами. Ну, и я бы не сказал, что все было так плохо, но я еще себя похвалю, да, как-то спасибо, что я был самым последним. То есть на тебя, как вот именно на банкира, который в теме, вот пришли и в зале сидели, именно те, кто с тобой хотели это все и обсудить, да. То есть в итоге, как работай правильно с подобными ситуациями, когда клиенту банка кто-то звонит, что-то говорит? Ну, это стандартная фраза. Я ограничусь тем, что если есть какие-то кейсы, которые он знает, да, он тут же реализует соответствующий сценарий. Если нет, то нет. Ну, здесь еще одна маленькая особенность, я бы тоже заметил, к сожалению, очень много новых решений связано с внедрением технологии искусственного интеллекта. Я просто смеюсь и как бы вот даже не знаю, что делать. Подождите, секундочку, сразу уточняющий вопрос. Вчера с очень многих сцен звучала фраза, что искусственного интеллекта еще не существует. Ну, если верить газете «Известия», на прошлой неделе нам сказали, что с помощью чата ЖПТ фижинговые письма мы пишем в одно касание. Это действительно так, да? Офигительный источник правды. Да, и вот я говорю, ну, наконец-то там, так сказать, наши аналитики сказали. Но в действительности они правы, потому что это достаточно серьезное подпорье, подпорье, подскорье. То есть, условно говоря, зная примерный профиль клиента, я готов написать хорошее письмо. Причем, так сказать, это делали и раньше, да, то есть я настолько стар, что я это делал в IBM Watson, да. Хотя, как бы, сейчас это тоже не совсем православная вещь. Но я бы сказал немножко по-другому, и, наверное, не в сторону банка, а в сторону, как бы, вообще безопасников. Что на клиента, кстати, производят впечатление, потому что я говорю не о его ошибках, не о его рисках. Я говорю о риске специалистов, которые сидят рядом. Так вот, как-то большое спасибо одному из спонсоров, который вот там сидит, это Мифовоч. Где-то раз в квартал издается некий документ, да, то есть последнее обновление, два ФСЗ, последнее обновление с точки зрения КИИ и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, если с помощью хотя бы там заколовков этих документов подготовить соответствующее фишинговое письмо, то на эту нигерийскую почту, вот здесь я дам просто риторический ответ. Попробуй это сделать с точки зрения своих айтишников. Ты будешь удивлен результатом их отклика. Это результат профессионалов. Нет, я понимаю, что мы тоже должны это делать, поскольку мы это в банке, но вот именно эту статистику надо давать клиенту, чтобы он оценил соответствующие свои риски. Потому что практика показывает, что чем крупнее клиент, тем он меньше реагирует на подобные вещи. Он статусен, он считает, что у него все хорошо, что мы должны за этим следить. Ну вот, к сожалению, это не так. Ну вот подобные вещи, когда ты показываешь ему, что даже профессионал, может быть, даже его профессионал реагирует на подобное фишинговое нигерийское письмо, хотя мы об этом всем знаем, это для него некий вот повод еще раз повысить кибергигиену. А здесь, соответственно, мы, которые пытаются с ним поговорить подольше, продать ему какие-то другие услуги вот на его вот этом интересе. Ну как бы, податься страха. Мне режет ухо слово профессионалы. Потому что сейчас любой профессионализм, компетенция, авторитет – это как молоко, на которое нужно ставить срок годности. Их нужно обновлять, демонстрировать, подтверждать. Поэтому слова о том, что я профессионал, мне это не грозит, ох, как я смеюсь им в лицо. Иногда я не могу сказать об этом клиенту. Даже мы же понимаем... Ну особенно, если это VIP-клиент. Есть масса интересных кейсов и шуток по этому поводу, но это не совсем, так сказать, прилично и публично. Ну хорошо, будем оставаться в рамках приличности и публичности. Но тем не менее, поговорим все-таки про VIP-клиентов. У них же есть еще и дети, родственники. А иногда именно они становятся слабым местом уязвимости. И их кибергигиену, киберграмотность нужно тоже повышать. Иначе этим будут злоупотреблять злоумышленники. Что, в общем-то, они и делают. Как быть с этим? Опять-таки стараться. Но вот так вот, еще раз говорю, здесь проблема связана с неким косвенным продвижением. Потому что убедить состоявшегося бизнесмена или состоявшегося, скажем так, миллионера в том, что он действительно должен каким-то образом следить за подобными рисками, иногда чревато тем, что он обидится и просто уйдет из банка. И такое уже было. Что касается детей. Тоже, в общем, есть некая проблема с убеждением. Но что здесь срабатывает? К сожалению, а может быть и к счастью, у клиентов есть еще одна уязвимость. Уязвимость не только с точки зрения периметра своего бизнеса. Но как бы за этим, слава богу, он следит, и его бизнес следит. Традиционно наш клиент имеет некую контролируемую инфраструктуру бизнеса, которая вся замкнута на него. Это идеальная ситуация с точки зрения, опять-таки, выживания в каких-то ситуациях стагнирующей экономики, обеспечения непрерывности бизнеса. Но, собственно, клиент прекрасно понимает, что за эти жуткие издержки на поддержание такой неоптимальной структуры он и готов платить. Он за это готов платить. Это его сценарий управления рисками. Естественно. С 2009 года он, в общем, ну и понятно, что перспективы такие же. Так вот, в этом сценарии ему можно показать, каким образом, условно говоря, а это, так сказать, официальная информация, в том числе и мной, и на каких-то там других конференциях другими, собственно, известными банкирами обнародовалась. Вот до сих пор, например, как-то шутка. Вот это приличная, корректная шутка. Клиент женат в пятый раз, счастливо. У него там дети от всех братов, но до сих пор вторая жена, бывшая, является подписантом по куче документов, компаний и так далее, и так далее, и так далее. Вот ее кибергиена такая, что достаточно вскрыть ее телефон. И начинается что-то страшное. Причем клиент прекрасно понимает, что за этими рисками надо следить. Вот буквально недавно ему рассказывали там лет пять назад под бедных несчастных кардеров, которые с каждой карточки снимали по пять долларов. И в какой-то момент до них доходило, что это на самом деле платиновая карточка, и почему бы не снять миллион, да? Здесь все то же самое. Он скрывает телефон совершенно непонятного физического лица, или какой-то маленькой компании, которая относится к МСБ, а это часть компании холдинга, надо сделать следующий шаг. Есть прецеденты. Когда это удавалось сделать? Но вот благодаря этим прецедентам клиенту можно показать, что давайте пойдем от бизнеса, давайте потом будем защищать ваше окружение, но вы же патриарх семьи. И с этим как-то надо бороться. Вот еще раз говорю, с точки зрения продвижения здесь должна быть определенная аккуратность. Практика показывает, что даже, так сказать, те, кто сейчас считают себя профессионалами в области, например, той же самой кибербезопасности, к кибергигиене относятся. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как? Да? Я приводил вот эту известную шутку, когда у нас тут в кулуарах была, что как это? С этой точки зрения настоящий мужчина – это не тот, который может купить своей жене норковое манто. Настоящий мужчина – это тот, который может убедить, что мех ее старит. Поэтому с точки зрения безопасности, если кто-то сейчас звонит на ваш телефон с телефона жены и голосом жены, просит перечислить 30 тысяч на карточку с реквизитами жены, чтобы она осуществила какую-то покупку, что надо делать? Надо говорить «фу, это мошенники» и так далее, и так далее. Ну, а к вечеру у жены, возможно, рассосется. Ну, то есть хотя бы с этого надо как-то вот работать. Косвенное продвижение. Только косвенное продвижение. Какие-то прямые вещи, они не всегда сработают. И, как мы совершенно справедливо заметили, то, что раньше мы считали, что это вообще 80-й уровень паранойи, сейчас это на блеса ближе. Поэтому даже какая-то сертификация, постоянное обновление экзаменов и сертификация по безопасности ни к чему не приводит. Кибергигиена – это все. Это непрерывная часть процесса, который должен быть у любого физического лица. Слава богу, там с финансовой грамотностью более-менее разобрались. Теперь давайте разберемся с кибергигиеной. У вип-клиентов это немного проще, потому что все-таки в какой-то момент он начинает оценивать, что риски для него действительно существенны. Больше открытых болевых точек. Абсолютно верно. Но, как мы понимаем, здесь еще тонкость в том, что большие деньги любят тишину. И никто не будет делиться подобной информацией. А еще у больших денег есть шлейф наследников, претендующих на него. Поэтому я не смог понять твои шутки про «5 жен, вторая с подписью». Какая-то шутка. Я знаю таких десяток кейсов, абсолютно не до шуток людям. Что с ним делать – непонятно. Хорошо. Ну что ж, давай поговорим о более простых вещах. А сейчас вспомним про указ президента 2022 года «250», в котором возникают вопросы, связанные с тем, что специалистов по ИБ предстоит вводить в состав Совета директоров. У меня есть подозрение, что эти люди, конечно, этому очень рады. Это статус, это полномочия, это бюджеты, влияние на ситуацию. Но у меня есть подозрение, что они не очень понимают, куда они вообще попадают, с чем им придется там столкнуться. Как ты оцениваешь эти перспективы, проблемы, драматургию этих историй? На самом деле положительно хотя бы с той стороны, что, как это, в свое время мы говорили спасибо Центральному банку, что он так активно регулирует наш рынок, средняя температура по больнице выросла существенно. Здесь речь идет о подготовке тех, кто действительно может, что называется, быть нормальным менеджером этого бизнеса. Потому что подготовка с точки зрения IT, кибербезопасности – это одно, а умение, так сказать, транслировать эту идею на большее количество сотрудников, да, а уже, так сказать, на каких-то стейкхолдеров и отстаивать свою идею – это немножко другое. Недаром еще и в прошлом году была принята программа переподготовки, которая пока, соответственно, плавает, да, что специалисты по кибербезопасности обязаны там 700 часов, там и прочее, 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 да. Здесь мы резко поднимаем статус. И здесь есть некое совпадение вот этого второго документа, что должно быть профессиональное профильное образование, да, в конце концов, у нас в кибербезопасности появился и свой академик, большой академии, да, так что и с наукой у нас все хорошо, вот. Мы же проходили и наступали на эти грабли с точки зрения того, что, так сказать, ИБ должен курировать рисковик, зампред, ИБ должен курировать айтишник, вот она драка, ИБ должен курировать кто-то непосредственно подчиняющийся предправлению или совету директоров, да. Здесь мы четко понимаем, что все, без этого никак, да, слава богу, так сказать, вот все понимают объективно, что мы прошли, так сказать, через ковид, мы как-то поняли, что удаленка хоть как-то влияет там, соответственно, на облака, на, соответственно, цифру, да, но вот теперь, так сказать, санкции, еще одно осмысление, все, то есть без этого просто никак, это реальное противопоставление, да, реально, так сказать, какая-то, в том числе, кибервойна и объективные какие-то тенденции бизнеса, это значимо в банке. Вот то, что вы делали до этого, ну, я бы не сказал, что это, в общем-то, та практика, которая оказывалась очень эффективной, это все частные кейсы, да, ну, и, собственно, по поводу того, кому и как этот специалист должен подчинен быть подчинен, условия к неопределенности, что по этому поводу говорит наука, да, вот за что там иногда, как бы, вот я, так сказать, уважаю такой подход, что понятно, что какие-то практики оказались успешными, но с точки зрения анализа это ни о чем. Давайте смотреть наоборот неуспешные кейсы и делать какие-то выводы. Вот спасибо регулятору, да, спасибо, что мы поднимаем статус этих сотрудников, но ни в коем случае мы не должны забывать, что у него должна быть определенная подготовка, соответственно, там переподготовка, соответствующий диплом, а уж с подчиненностью как-то потом. Ну, сейчас мы вводим соответственные, соответствующие программы, они там как-то с грехом пополам, но в крупных вузах как-то развиваются. Это не просто там, условно говоря, там дополнительная переподготовка, там сколько-то там часов, да, а это фактически второе высшее образование. Посмотрим, потому что пока эти требования как? Они пока выглядят страшно, да, мы будем их, собственно, внедрять. Ну, вполне понятно, что опять-таки на место главного, там, ЦИСа, там, ЦИСа по определенной группе клиентов, там, продуктовику по безопасности всегда будет ставиться специалист, который какое-то время проработал в банке. Вот следующий шаг, это уже шаг с точки зрения того, успеет он поднять свою квалификацию до требований регулятора или нет. Если нет, возьмут другого. Здесь появляется какое-то дополнительное стимулирование. Я не скажу, что это оптимальный вариант, потому что и мне приходится тоже сейчас учиться, там бесконечные переподготовки и так далее. Ничего плохого-то не вижу. Ну, иногда они бывают просто формальные, чтобы я читался, что у меня есть соответствующий диплом. Но это наш мир, это наш бизнес. Слава богу, что это теперь поднимает, собственно, и руководство банков. Причем, ну, я не знаю, там, сказать, что за этим будущее или нет, но первый шаг, он определен, опять-таки, регулятором. Как можно быстрее. Но мы будем ждать, что и качественно это тоже будет. Давай поговорим про будущее, которое маловероятно без криптовалюты. Что ждать? От регуляторов, от Банка России, как обеспечивать, как регулировать, как управлять, запрещать или разрешать? Ну, запретить невозможно, да. Давайте начнем с глобального, что сказали американцы. Рынок в размере. После того, как Китай запретил майнинг, проходит мимо нас, значит, регулировать должны мы. И начинается, собственно, подготовка к тому, что отдельные чиновники все выше, 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 говорят, что, условно говоря, вот этот стейблкоин там в основном торгуется на территории США. Большинство клиентов американские знают, это ценная бумага, и все, СЭК должен его регулировать, да. Дальше мы понимаем, что это идет фактически, так сказать, задача подмять этот рынок под себя. Плюс я бы не сказал, что здесь, в общем-то, как-то можно даже говорить уже о конфиденциальности. Все ясно, все понятно. Компании типа Chain Analysis, капитализация гораздо выше нашего Газпрома, совершенно спокойно анализируют, кому что и как принадлежит. Собственно, работают со своими регуляторами, иногда дают, так сказать, внешнюю информацию. И, что самое смешное, это до уровня того, как я выхожу и, собственно, пытаюсь что-то сделать в ФИАТе. Понятно, что там процедуры знать своего клиента, понятно, что там еще какие-то. Но как бы до этого уже по косвенным признакам можно выяснить, что вот конкретно Иван Иванович Иванов или Питт Смит, он собственник вот этой вот, соответственно, кибровалюты. Дальше. Ой, криптовалюты. Дальше. Мы прекрасно понимаем, что отсутствие регулируемости, вот и опять возвращаясь к тому, отсутствие регулируемости, это опять-таки доступ хакеров к более хорошему перспективному продукту, за которым, собственно, надо идти. Возьмите, условно говоря, там прошлый год, там всякие криптомиксеры, там попытки из ФИАТа там в России влезть в определенные стейблкоины, потом их совершенно легально попытаться легализовать и так далее, и так далее, и так далее. Вот как только появляется некая неопределенность, да, вот тут же идет атака хакеров. То есть статистика говорит о том, что, к сожалению, все, что касается любых инструментов, связанных, опять-таки, даже не просто с криптой, да, а говорить уже, наверное, блокчейн 3.0, да, не единичка, а вот даже выше, да, но вот, опять-таки, они в меньшей степени защищены, чем тот же самый ФИАТ, чем какие-то другие активы, и, собственно, здесь, ну, я не знаю, мошенничества очень много. То есть просто статистика говорит, вот есть поток, значит, вот сразу появляется, значит, мы это не регулируем, потому что все-таки международная среда. Что касается России, если, опять-таки, мы вспомним, где-то до середины прошлого года говорилось о том, что все плохо, все ужасно, этого быть не должно, а потом появились некие комментарии в духе того, что будет поручение там до конца года, Минфину ЦБ, разработать и так далее, и так далее. То есть, слава богу, что есть цифровой рубль. Слава богу, что мы хотя бы об этом говорим, да, но пока это идет медленно. Может быть, потому что нет спроса, может быть, потому что здесь есть достаточно жесткий контроль, но то, что за этим будущее, это понятно. Вопрос только в том... Какой будущий? Да, да. Вот какое это будущее? Будущее по распределенному реестру? Да, наверное. Но с точки зрения, опять-таки, какой-то реализации? Пока нет. Пока это будет наша крипта. Соответственно, это будет китайская крипта. А уж потом будет какое-то объединение. Ну, а то, что мы сейчас этим пользуемся, к сожалению, несмотря на то, что регулятор сказал, что должно быть что-то такое разработанное, и будет понятно, как, соответственно, там, из фиата переходить российскому резиденту куда-то еще, но до сих пор это... Слушай, ну, по прогнозам биржевых аналитиков, они ожидают влияния регуляторов на криптовалюту, что, в общем-то, приведет к ее росту. Очевидно. Это одна из другой вытекающей стадии. Но, как следствие, это делает не только предметом интереса хакеров, но и мошенников. Банальных мошенников, которые вовсе не хакеры, не цифровые какие-то, гении какие-то. Просто позвонить, развести не только про то, что вашего счета что-то сняли, а из криптокошляка. Как с этим-то быть? Как образовывать? Ну, с одной стороны, я, конечно, могу... И я, собственно, опять-таки, определенные кейсы обязан давать клиентам. Да, хотя бы потому, что, условно говоря, там, ну, если не я читаю Хаббер, то хотя бы им показать, где там, в этом, на каком-то таком вот простом языке, и перевести, да, как это все реализуется. Но плохо всего то, что пока окончательной регуляции у нас нет. Есть попытки международного ограничения. Тот же самый Китай, те же самые Штаты, те же самые Европа. У нас пока достаточно слабо. Но все кейсы, касающиеся мошенников, это кейсы, которые описывают нерегулируемость и неопределенность, условно говоря, западного рынка и тем, как пользуются мошенники. То, что сейчас последуют какие-то там, опять-таки, звонки, те же самые нигерийские письма, тот же самый там фишинг у разным вариантов, та же самая социальная инженерия, что введен цифровой рубль, поэтому вот то-то-то-то-то-то-то, да, это будет. Единственное, что здесь можно сказать, что, ну, опять-таки, в условиях нашей регуляторной неопределенности возрастает доля мошенничества, поэтому что-то такое-то там надо делать, что-то такое делать не надо. Но еще раз говорю, вот реально, что у нас пока по России, лучше ничего не делать. Да, я знаю людей, я знаю, так сказать, массу своих друзей, которые сидят, собственно, давайте говорить реально, в запрещенных криптовалютах, как российскому резиденту. То есть формально мы можем сейчас обсуждать все, что угодно. Как только все доходит до каких-то конкретных вещей, мы обязаны следовать регулятору. Потому что здесь есть определенные штрафы, здесь есть определенные, так сказать, ограничения и административная ответственность. Поэтому это достаточно страшно. Это просто страшно, да. Возьмите ситуацию, когда сейчас был кейс просто по переводу средств в европейские банки из российского фиата в криптовалюты, и тут же активизировались мошенники. Потому что одна из реальных с кем использовала криптомиксер. Все. То есть атаки на криптомиксеры были просто чудовищные. Мы обязаны были это сказать. Но еще раз говорю, мы не всегда можем сказать эту клиенту публично. Мы просто можем сказать, да, такие есть кейсы, а все остальное, если вас заинтересует, мы даем эту информацию, но не все можем сделать легально. Или можем отсоветовать клиенту это делать нелегально. Это все. Потому что вся остальная перспектива, ну, давайте, собственно, подождем, что делать. Вот здесь можно только позавидовать американцам. Помним эту ситуацию с одной из бирж, когда там дядька с двойной фамилией, в общем, кинул кучу клиентов, да, потом сел у себя где-то там вот на островах в Карибском бассейне, но в какой-то момент до него дошло, что делать, и он все деньги, которые были на клиентах в американском филиале, тут же вернул. Почему? Ну, чтобы, соответственно, американцы его не взяли за одно место, а со всеми клиентами он разберется потом, да. Вот это жесткое влияние регулятора. Вот там есть прогноз каких-то вещей. И когда заходит разговор просто о перспективах вот таких вот уникальных, обычно говоришь, как, понимаете, вот есть западная законодательница, где говорится, что вот эта схема налоговой оптимизации считается, вот в данный момент будет расцениваться как очень агрессивная, и в течение ближайшего года она будет минимизирована. Да, понятно, что делать. Хоть как-то понятно. Вот мы как раз вот в этой ситуации, если оцениваем западные активы, у нас нет. У нас давайте подождем, давайте поймаем кого-то на конференции, зададим вопрос, и вот тогда будем ссылаться на то, что у нас есть. Ну, например, там, в письме таком-то, таком-то было написано, в письме это хорошо, хотя это тоже может не являться документом, по мнению высказанному на конференции, вот, запись и так далее, и так далее, и так далее. Является и это некой индульгенцией, конечно, нет. Но, с другой стороны, мы можем что-то такое прогнозировать. Вот все, что касается крипты, да, давайте сделаем паузу. Как только у нас появится нормальный вариант с переходом из фиата в цифровой рубль, да, и мы определимся, что же это такое окончательно, вот тогда будем говорить по всему остальному, потому что все остальное мы могли с вами обсуждать полгода назад, восемь месяцев на ламу назад, да, а сейчас это просто для российского резидента, откровенно говоря, страшно и связано с рисками. То есть все остальное это просто обсуждение, не более того, что честно. А не надо меня спрашивать, есть ли у меня портфель криптовалют. Нет. Конечно, нет. Нет, я хотел сказать другое. Алексей Гусев, старший советник председателя правления Банк Центра Кредит. Я получил колоссальное удовольствие от общения с тобой. Спасибо. Надеюсь, не последний раз. Спасибо.